Ректор НГЛУ Павел Новгородов встретил РБК в сам разгар приемной комиссии. Как сегодня выстраивают студенты собственный путь к финансовым вершинам? Почему важно уметь коммуницировать, строить свой бизнес и как группироваться при падении? Павел Анатольевич, большое спасибо за то, что вы согласились пообщаться с РБК в вашей новой должности. Это ваше первое интервью для нас. Итак, начнем с того, о чем промолчать просто невозможно. НГЛУ вошел в топ-100 лучших вузов страны по версии Forbes. И не первый год вуз занимает строчку в этом рейтинге, благодаря чему вы настолько точно попадаете в десятку и утоляете кадровый голод страны. Мы вуз, который 1967 года был организован, когда Косыгин как раз инициировал изменения в экономике еще Советского Союза. Собственно, вот этот дух, он сохраняется с тех времен. Это про экономику, про востребованность экономики кадров современных. И вот после постсоветский период этот тренд развития нашего университета сохранился. Мы про практику, про то, как готовить людей для непосредственной работы в различных отраслях с широкими компетенциями. То есть мы не узкопрофильный вуз, когда сотрудник, выпускник может работать только в очень узком сегменте компании. Очень многие наши направления подготовки, экономика, юриспруденция, управление, это в принципе про все. Любая организация требует таких специалистов. Поэтому действительно, вот эта практика-ориентированность, исторически сложившаяся и которая сейчас есть, она определяет востребованность наших выпускников на рынке труда. По некоторым направлениям у нас выпускники трудоустраиваются 100% вообще. То есть они уже выходят, у них уже есть место работы, их разбирают и платят, их ценят тоже хорошо. У нас помимо рейтинга, который вы озвучили в Forbes, есть рейтинг по уровню заработных плат. Мы в России тоже, наверное, по экономике, 13-е место в России. А, кстати, по позиции востребованности выпускников вы занимаете вторую строчку в регионе. Да, но это тоже, это по версии Forbes. Надо понимать, что рейтинги это, ну в общем, всегда немножко и про методику, поэтому доля такого скептицизма, наверное, каждому рейтингу должна быть. Но тем не менее, я согласен с Forbes здесь полностью в конкретном, что выпускников наших, как я сказал, уже разбирают. Они очень востребованы. Я слежу за развитием наших выпускников. Они приходят, иногда и пишут мне. И у нас есть форма на сайте, да, заполни анкету. И я вижу, какие они позиции занимают. И это, в общем, вызывает гордость, что выпускники за достаточно короткий срок после выпуска достигают часто больших карьерных успехов. Чтобы стать настоящим бизнесменом, нужно учиться у бизнесменов. Если ты хочешь стать хорошим пекарем, нужно смотреть, как пекутся булочки в пекарне. Если говорить о тех, кто читает лекции вашим студентам, безусловно, это мастодонты бизнеса, но расскажите подробнее, кто эти люди. Конечно, для того, чтобы быть бизнесменом, недостаточно только у бизнесменов учиться, конечно, нужно иметь еще и хорошее академическое знание. Поэтому у нас Нархоз, я его назову, как его называют в городе, и мы сами его так называем, мы любим это название, отличается тем, что у нас хороший сплав как академических сильных преподавателей, так и, естественно, практиков. И это не только бизнесмены, это еще и чиновники, потому что многие выпускники работают не только в бизнесе, но и в органах власти. То есть мы называем это практики. И стремимся к тому, чтобы у нас, особенно на тех направлениях, где вот эта составляющая практическая, очень важная и сильная, чтобы много было представителей из рынка, да, так скажем, из внешней среды. И это действительно, это руководители, у нас и руководители банков работают, страховых компаний, туристических компаний, маркетинговых агентств, многих других представителей бизнеса, которые, ну, вот, собственно, не живут этим, да, и не рассказывают ребятам ни о какие-то абстрактные вещи, а то, что происходит здесь и сейчас, и чем живет рынок, отрасль, и как она будет развиваться в будущем. Сменяются ли тренды в образовании? У моего поколения был китч следующий. Трочники задавали тон, было принято, было круто, не готовиться к занятиям, списывать. А что сегодня? Отличники, они уже не изгои, и крут тот, кто действительно учит предмет, хорошо занимается, помогает одногруппникам, мыслит масштабно. То есть уже быть отличником не стеснительно? Ну, мне кажется, что все-таки отличником быть никогда не было стеснительно, потому что все-таки... С тобой никто не был отличником. И раньше, ну, люди разные, это больше, мне кажется, все-таки зависит не от оценок, а от характера человека. Либо человек закрытый, да, не общается, или там как-то избыточно гордится своими результатами, например. Тогда это, конечно, может быть, вызывает какое-то раздражение, непонимание со стороны одногруппников. Но в целом, мне кажется, что и раньше те, которые хорошо учились, именно учились хорошо не потому, что они заставлялись, ходили и заставлялись преподавателей, там, поставьте, да, просили или просили там пересдачу какую-то назначить, а те, которые разбирались хорошо, они понимали, что это им интересно, и именно поэтому для них это было интересно, и они получали высокие оценки. Такие люди, такие студенты и раньше ценились, как мне кажется, и ценятся сейчас. Не представляется, что учиться хорошо. Это хорошо. Это хорошо и сейчас, и будет в будущем. Но что может быть меняется, что действительно студенты, они понимают, они, в общем, у них какая-то такая осознанность есть, когда ты понимаешь, что можно учиться хорошо формально, а можно учиться хорошо, потому что тебе интересно. И это, конечно, наиболее ценное. Когда есть внутренняя мотивация, и ты понимаешь, что вот не за оценку, в итоге ты учишься для себя, потому что тебе жить, работать, развиваться, профессионально расти, и мне представляется, что таких студентов немало, их количество растет, и это очень здорово. Многие миллионеры сегодня рассказывают свои истории факапов, потому что проигрыши и неудачи – это прикольный и нужный вызов, и благодаря работе над ошибками мы эволюционируем. НГУ учит своих студентов группироваться при падении? Да, есть такое понятие как soft skills, мягкие навыки, так называемые, про них очень много говорят, не только в системе образования, но вообще говорят о том, что ключевые навыки 21 века – это вот те самые про умение коммуницировать, про умение формировать команду, про гибкость мышления, про креативность. И у нас особенность нашего вуза, что мы ввели специальные дисциплины, они считаются всем студентам, независимо экономистам, юристам, айтишникам, которые как раз направлены на развитие вот этих soft skills. И в рамках как раз одного из такого курса, называется «Основа предпринимательства», он не про бизнес, вот в узком понимании смысла предпринимательства, как там стать индивидуальным предпринимателем, не про это. он как раз про то, что есть предпринимательский образ мышления, поведения, про ответственность, про риски и про то, что как должен человек, который склонен к определенному типу действий подобных, неважно, будет он бизнесменом или будет, может быть, он чиновником, но как нести вот эту брать на себе ответственность, риски, как не бояться принимать решения, которые могут привести в том числе к ошибкам, про которые вы говорите. Конечно, мы специально не создаем каких-то стрессовых ситуаций для студентов, чтобы они вот попадали в какие-то такие ситуации. А может, можно начать? Знаете, мне кажется, что жизнь, она так полна и многообразна, которые предоставят. И без нас, студентам, да, тем более у нас больше половины студентов приезжие, и это уже для них большой вызов и стресс жизненный, и из другого города, и из приючной ситуации, и из школьной среды приехать в большой город, например, да, если это вот кто-то, и там люди из глубинки, или из там восточных регионов, они приезжают, для них это уже вызов, и они, понятно, что уже могут совершать какие-то ошибки, на которых они в том числе учатся. Но, безусловно, я согласен, что без какого-то отрицательного опыта достичь успеха не получится в жизни. Ну, по крайней мере, вы даже и не поймете, что это успех, потому что ни с чем будет сравниваться. Ну, как говорит Илон Маск, ошибаться – это круто, главное не ошибаться в одном и том же. Да, и главное не, чтобы эти ошибки не приводили к каким-то эмоциональным таким, что я неудачник, я ничего не могу. Очень важно, чтобы была культура, которая, ну, то, что называется, на ошибках учатся, да, и ошибка – это способ встать и пойти дальше, а не сделать какие-то выводы о том, что, в общем, все, я не хочу этим заниматься, или я повторюсь, там, неудачник, или хочется, чтобы студенты, вот они не останавливались. Это очень важно. Ошибки действительно держат в тонусе, а когда сплошной успех, кому это интересно? Павел Анатольевич, вы утверждаете, что образовательный ландшафт будет меняться в ближайшее время, потому что пандемия освободила место для инноваций, или потому что образование медленно, но верно перетекает в цифру? Ну, конечно, пандемия здесь ни при чем. Цифровые технологии развиваются, и развиваются независимо от пандемии, и образование, хотя и это консервативная сфера деятельности, она, тем не менее, подвержена в том числе цифровизации. Этот процесс нормальный, его не нужно пугаться. Мне кажется, что в России избыточный страх перед этим, как со стороны преподавателей, так и, может быть, родителей, потому что есть такой стереотип, что цифровизация – это значит, дети будут сидеть дома перед компьютером и образование там получать, а преподаватели думают, что цифровые решения заменят их, и просто они потеряют работу. Это не так. Все-таки цифровую цифровизацию нужно воспринимать как помощника человеку и искать синергию между... Гибридные, что называется. Гибридные какие-то... И именно так относятся везде за рубежом. Не везде, а в многих странах. Я участвовал в международных конференциях, вот когда пандемия началась, и заметил, что только у нас в России есть такой страх перед какими-то подобными решениями. Поэтому цифра будет идти в образование – это нормально, это не нужно пугаться. Естественно, будут возникать какие-то вопросы, их нужно просто будет решать. А пандемия, она просто ускорила этот процесс. То есть то, что раньше здесь произошло бы, естественно, скажем, за 3-5 лет, здесь произошло бы за год. Но принципиально, да, тренд это не... на тренд не повлиял. Давайте вернемся к человеческому капиталу, о котором мы уже с вами говорили. Я соглашусь с вами и с профессором Стивенсом, что предпринимательство – это поиск возможностей за пределами имеющихся возможностей. Если, опять же, говорить о soft skills, о адаптивном и гибком мышлении, о умении предпринимать быстро решения в условиях неопределенности, об эмоциональном интеллекте, весь этот человеческий капитал, насколько он помогает действительно строить правильно бизнес. Действительно ли, если ты не умеешь коммуницировать, ты не заработаешь ничего? Это, наверное, я тут процитирую, это не только мое мнение, это обсуждалось на многих площадках, в том числе на ДОВОСе, на различных площадках международных. Действительно, мы про это говорили, вот soft skills – те самые мягкие навыки, это многие с этим согласны, даже такие консерваторы, что они все больше и больше определяют успех и карьерный, и какой-то такой жизненный, который не всегда измеряется должностями и деньгами, но, тем не менее, вот такие факторы, как умение коммуницировать, быть гибким, креативность какую-то, развивать – это очень важный фактор для того, чтобы расти в том числе по карьерной лестнице и иметь профессиональный успех. Это очень сложно, очень сложно измерить. Если вы все привыкли, что как измерить, как оценить знание предмета, но вы приходите на экзамен, вас спрашивают и ставят оценку. Как измерить ваши коммуникативные способности? Тоже методики есть, но они все являются спорными. Но, тем не менее, сейчас вот такая дискуссия о том, как это все измерять, как это развивать, она ведется. У нас есть свои подходы о том, как это делать. И мы вот очень большое внимание этому уделяем. Ваши лозунги очень точечные, такие направленные на целевую аудиторию. Видно, что предпринимательский подход здесь использован на максимуме. Работай на себя, простые формулы успеха. Я, в принципе, делаю комплимент вашей баннерной рекламе. Что касается формулы развития вуза до 2021 года, есть ли она уже у НГУЭУ? И давайте рассмотрим более долгосрочный период. Формула успеха нашего, она связана, наверное, с изменениями такой политики, как я вижу, в системе высшего образования, определенных моделей. И мы понимаем, что это уже началось не в этом году, а раньше, что вузы должны перестать вариться сами в себе. То есть это всегда были достаточно закрытые корпорации, если это можно так назвать, закрытые организации. И сейчас политика Миноборнауки направлена в том числе на то, что вузы должны открываться, организовывать совместные проекты, сетевые программы, программы двойных дипломов, брать какие-то курсы, онлайн-курсы, например, других вузов. И в принципе мы хотим стать вузом такой экспортоориентированным, то есть чтобы наши преподаватели, наши знания, которые здесь нашим студентам прививаются, они были доступны, в принципе, всем другим, студентам других вузов. В принципе, это как открытая система, ну-ка, вот есть платформа Курсера или там открытое образование, когда каждый может зайти и по сути заниматься самообразованием, но мы бы хотели идти вот в этом направлении и быть более открытым, больше сотрудничать с другими вузами и предоставлять возможности обучения и самообучения с использованием наших маленьких материалов, наших онлайн, может быть, каких-то продуктов, которые мы сейчас делаем. Я вижу, что вот тренд должен быть такой, кто не будет идти наружу, тот, скорее всего, вот, в общем, через 5-10 лет, как мне кажется, он будет менее конкурентоспособен на рынке образования. И на международном, в том числе, и на российском. Что ж, Павел Анатольевич, большое вам спасибо за интервью, удачи и процветания вашему вузу и чтобы каждый ваш студент работал не только на себя, но и на благо экономики нашей страны. и регион. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»